Мы переходим ко второй части колеса, проблемы снова вперёд. Что значит в десятке перейти на вторую часть колеса? Перейти ко второй половине колеса, мы всегда идём вперёд, и днём, и ночью, и тем, что светит нам, и тем, что совершенно путает нас, и нет никакой возможности понять и почувствовать что-то хорошее в продвижении и так далее. Так что есть день и есть ночь в наших усилиях. Так что в объединении между нами, в усилии, в объединении, а не просто так день и ночь. Тогда мы не можем различить эти состояния друг от друга. Мы можем различить их, если мы находимся под давлением с нашей стороны, чтобы соединиться и раскрыть в объединении между нами силу объединения, силу любви. И тогда в устремлении к этому мы раскрываем себя, что мы находимся и в дне, и в ночь, как колесо, которое крутится. Часть десятки видит вперёд в одном направлении, часть видит другое направление усилия по выяснению общего продвижения вперёд. Да, нужно всё-таки говорить и соединяться между вами так, чтобы вы видели, что колесо крутится вместе и действует на всех в одном направлении и несёт нам всем одно ощущение. Да, так мы должны в конечном счёте раскрыть. Испания — один. Есть два этапа в этой работе. Первый — это любовь к товарищам и те усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы достичь этого. И второе — это подняться над любовью к товарищам. Может ли быть так, что человек чувствует себя неспособным принять эту любовь? Конечно, может быть, мы изначально не устроены так, чтобы принимать любовь. Мы не хотим объединения с товарищами. Ну, только, может быть, в маленькой мере. Насколько человек с более высокой душой, он больше индивидуалист, больше отдалён от других, не может принимать от них никакого хорошего отношения. И как его природа, так он и находится в общей системе всех отношений между людьми. Но после нескольких лет, я подчёркиваю, лет и разного рода проблем, которые он получает от своего развития в науке Каббала, он начинает всё больше и больше понимать, что тут есть вопрос действительно злого начала, которое подталкивает его, чтобы отдаляться от всех, и доброго начала, которое он может получить свыше против злого начала, чтобы обнял его, соединил его со всеми. И так он начинает принадлежать двум этим силам. И тогда начинает работать с ними, и соединяться с ними. В этом вся наша работа. В той мере, в которой мы соединяемся между собой, и понимаем, что вся духовная природа, всю скрытую духовную природу, мы раскрываем только лишь из того, что приближаемся, и до такой степени, что мы включаемся друг в друга, что строим из себя десять полных сферот, и тогда из-за этого мы уже начинаем потом чувствовать, так что такое духовное, что мы должны так пройти друг в друга в разных формах, и в этом построить связь между нами десять, внутри десяти, внутри десяти, в разных свойствах, и тогда внутри них мы раскроем Творца. Насколько соединяемся между собой все более и более в включенном, сложном виде, тогда мы раскрываем свет, который наполняет нас, как Нефиш, Ох, Нешамах, Аяйхи, да. Вот и все. Петахтику 35. Большое спасибо, Раф. Раф, что такое вот это особое изменение, о котором написано здесь в конце отрывка, когда уже нет возможности заботиться о себе? Что это за изменение? Кажется, это уже другая природа. Насколько ты способен заботиться о других, ты способен также перевести заботу о себе на Творца. чтобы Творец завершил за меня, я не должен заботиться ни о чем, что происходит со мной. Конечно, это по мере, в мере, постепенно, поступенчато, но так я обретаю свойства объединения и в нем слияние, а в нем поручительство, в нем ощущение веры и уверенности. Это свет хасадием, который распространяется внутри килиема, потом свет хохма, увидим это. Амид. КОНЕЦ